какую программу использовать для изучения английского да причем саня то твой вопрос правильно я понимаю ты же его задавал но смысл какой как у ты в каком-то там видосе описывал что там допустим ты перед сном там пять минут чем-то занимаешься там наоборот с утра что вот и я понимаю что у меня тоже как бы либо надо хоть чего-то начинать хоть пусть будет пять минут но хоть каждый день этим заниматься либо и и не займешься и поэтому мне не было вопрос возник такой логический блин какая программа для android телефон потому что телефон всегда со мной допустим так что там не знает и пока кофе пьешь блин тыкнул и вместо читания чатов непонятно ты тыкнул и там я не знаю там какое-то мини задание его выполнил или там одно слово ты его изучил как бы выполнил то задание и пошел дальше и вот так вот хотя бы каждый день и большей степени меня конечно волнует технический английский но и касаемо нашей тематики да то есть айтишный как бы я использую две программы опять же ну я прям часах могут лучше в чат да лучше в чат скинь их сразу сейчас здесь и покажу вот но это довольно известная история дуа линга у меня план домой лично в этом подготовке что я вот именно через это приложение почему она мне нравится вот у него опять же есть и мобильная и компьютерная история я пользуюсь как с мобильного приложения то есть именно ей я просыпаюсь с утра и где-то 5-10 минут я выполняю там несколько заданий как раз пока просыпаюсь мусс начинает работать короче вот выполняю в принципе в день по одному заданию это вот пять минут уходит порой там три минуты порой семь минут это вот что касаемо каких-то новых там истории опять же на становлюсь на том что лучше делать потихоньку у меня с этой же программы была история что я начал изучать вначале там легкие задания а легко там полчаса убивал там в день по полчаса бывало час и в какой-то момент ну я понял что блин в следующий раз когда я беру и начинаю ей пользоваться сейчас понимаю что я сейчас сейчас убью времени на нее чет не охота или полчаса и в итоге перегорел ты история вот когда я начал именно по 5-10 минут но я уже беспрерывно почти год и занимаюсь и до этого там где-то полгода наверное год так где-то с какими-то пропусками вот как бы ну и я лично вижу результаты где-то в голове уже на подсознании правильная формулировка предложений создается у тебя в голове ты порой даже не понимаешь почему ну почему то как почему то тебя подсознание говорит как правильно добавлять эти за of и и так далее вот поэтому как бы поизучают тем интересно это первый момент здесь нет технического английского это чисто разговорные так далее по поводу технического английского и всех других историй я использую второе приложение в принципе у меня их всего два чего продолжим вот так же она есть и на компьютере и она же есть в качестве приложения бесплатной части и и достаточно вот к примеру у меня есть некоторые слова которые я и чуть не пойму как как называется сейчас я взял от у нее в чем суть к примеру я в этом же дуалинга изучаю какое-то новое слово минус дуалинга в том что здесь нет вот такой штуки нет какого-то внутреннего словаря куда-то добавляешь слова и потом может так пробежаться карточками там правильно неправильно поэту потренироваться то есть эти слова переношу в эту программу меня сейчас там 115 новых слов которые я периодически делаешь там карточки и где и вот хочу это правильно неправильно это ладно я больше привык через приложение ну в общем здесь карточками открываешь правильно то там но это по-русски он говорит нужно сказать по-английски можно там другом направлении но суть еще в чем если технический английский ты создаешь здесь себе также как модуль курс вот у меня есть чисто технический английский в принципе сюда ничего не добавляя на если у меня встречается какое-то слово допустим из технической литературы которые мне там непонятно я могу сюда добавить и потом также периодически прогонять вот этот тест и вот типа что за слово угадал там говоришь угадал не угадал короче на телефоне ты влево или вправо там смахиваешь то есть это проще делается вот кстати взять допустим где брать эти технические слова я допустим сейчас в тот же g5 загнал вот запрос напиши часто используемые английские технические слова их перевод вот те в принципе готовый словарь который можно эти слова туда закинуть и вот изучая технический английский ну в принципе я сейчас тоже слова учу и меня ребенок тоже смотрит что я там у чего а давай вместе поделаем и он сейчас сам тоже на английский ходят хотя во втором классе он тоже а ты знал как это переводится знаешь как этого папа как это и то есть ну это же есть такое заинтересованность но блин ребенок это отражение родителей поэтому если он видит что родители что-то делают он так или иначе на себя тоже это примерять не всегда но по крайней мере как бы мы даем пример поэтому ну и он не кстати какие-то новые слова узнает мне рассказывает кого так а я не знал тоже интересно надо запомнить так что вот такой процесс периодически у нас тоже порой бывает именно обменивают друг с другом обмениваем с какими-то новыми словами на английском языке